Полтора миллиона гектаров полей. Пахать на них кубанским аграриям придется много и без перерывов. Самый напряженный период сельскохозяйственного года – уборка зерновых – в крае начался с опозданием. Из-за дождей сроки по озимым сдвинулись почти на неделю, но фермеры все равно рассчитывают получить максимум зерна. Только по ячменю средняя урожайность в регионе выше прошлогодней на 4 центнера с гектара, рассказывает губернатору. Сегодня Вениамин Кондратьев осмотрел поля Тбилисского района. Такая пшеница, которая сегодня, вот здесь на наших сегодня ладонях, конечно, рекордная. Первые обмолоты обнадеживающие, потому что 60, 65, 72, 74, 80 сообщают нам отовсюду, со всего края. Как на Кубани говорят, что криком земля не пашется. А вот таким умением, лаской, трудом, потом, вот только так такой урожай создается. Памятник труду на земле, который стоит в окружении полей, напоминает о том, что за всеми рекордами стоят обычные станичники. Своими руками они создают продовольственную безопасность не только Краснодарского края, но и всей страны. Кубань – основной поставщик зерна в России. Вот эти символы, когда стоит девушка, это даже не женщина, а девушка, посреди поля ее окружают колосья. Вот сегодня в нашей жизни, друзья, просто этого не хватает. Не хватает, значит, не хватает жизни. А значит, не будет у нас уверенности в том, что и после нас вот так же поля будут колоситься. И это правда. А мы сегодня стесняемся этой правды. Работать в поле сейчас, конечно, намного комфортнее, чем лет 20 назад. Современные комбайны с кондиционерами и навигацией – большая помощь в уборке пшеницы и ячменя. Последнего в регионе уже намолотили почти 700 тысяч тонн. Справиться с озимой пшеницей комбайнеры обещают губернатору меньше, чем за две недели. Сколько вам нужно времени, чтобы собрать урожай, который сегодня рекордный, но пока еще в поле? Не 9-10. Потому что очень жарко, дождь, и после дождя это очень быстро ускоряется. Урожай еще должен быть не только в закромах, но и в кармане. У тех, кто урожай собирает. Поэтому я надеюсь, что мы сами их, коллега, не подведем. Пока уборка урожая в самом разгаре, пора подумать, куда его продавать. Ежегодно Кубань может экспортировать порядка 6 миллионов тонн зерна. Но стоит быть готовыми и к тому, что из-за внешнеполитической напряженности ряд стран может наложить ограничения на ввоз российской пшеницы. Это не должно стать для кубанских аграриев неожиданностью. Такой рекордный урожай. Мы должны уже сегодня думать и просчитывать, что мы с ним будем делать в случае непредвиденных от нас обстоятельств, в том числе ограничения страны, третьих стран по вывозу, по экспорту нашего зерна. И все. У нас в хозяйстве есть мельница, видимо, на 120. Значит, вы уже будете в преимуществом положении, но это правильно. О собственной переработке в крае должно думать каждое хозяйство. Вопрос сбыта один из самых главных во всей цепочке производства. Если для холдингов проблем в реализации зерна нет, то у мелких хозяйств часто бывают связаны руки. Их объемы небольшие, навряд ли заинтересуют крупных экспортеров. Вениамин Кондратьев требует от своего заместителя обратить на это внимание. И крупные, и небольшие сельхозпроизводители должны иметь возможность продавать товар по рыночной цене. Я прошу вывозить на контроль, чтобы никто не мешал сегодня нашим сельхозпроизводителям, в том числе и фермерам, свободно в рамках рынка продавать свою пшеницу. Не нужно их отправлять то к одним трейдерам, то к другим, то к крупным, то не крупным. Это рынок. Вот дайте им возможность свободно продавать свою пшеницу на рынке. Свободно. Если у фермера 100 тонн пшеницы, крупным экспортерам он, наверное, не очень будет интересен. Ему-то как продать? Как была традиционная система посредников, она так и будет работать здесь. Никто ее не отменял и никто не дает права запрещать это так делать. Сегодня сельхозпроизводитель может продать и крестьянско-фермерскому хозяйству, и посреднику. И могут сложиться. Здесь проблем нет. Систему ломать никто не будет и не собирается. Ну вот на этом давайте дискуссию завершим. Во время жатвы дорог каждый день. И любая задержка – это потеря урожая. В сельскохозяйственные тонкости губернатор посвящает руководителей контролирующих ведомств. Своей порой чрезмерной работы они могут сделать только хуже. Здесь мы должны подумать, как прийти к максимальному экономическому рекорду, который будет в кармане. Я отдельно хочу обратиться к контролирующим органам. Вот во время уборки, да и в целом полевых работ, ну не стоит прибегать к активной фазе контролирующих проверок. То есть вот давайте тут соотнесем. Я думаю, нет ничего горящего, чтобы отвлекать сегодня наших селян на какие-то там объяснения, предоставление документов и тому подобное. Для успешной уборки ячменя и пшеницы. Теперь главное, чтобы погода не подвела. Жара, которая пришла на Кубань, играет только на руку. Но агрария обещает не подкачать. Прошлогодний рекорд почти в 15 миллионов тонн зерна только подстегивает намолотить еще больше. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Тбилисский район.